Сейчас, включится. Так. Пальчики. Всем здравствуйте. Привет, девчата. Сегодня у нас четверг. Сегодня у нас уже 15 декабря. Когда не задумываешься, какое число, еще как-то не очень так, не по себе. А уже, оказывается, середина декабря. И, наверное, как раз начинается горячая пора у мастеров. Уже большая запись. Уже записывать некуда. И мастера начинают уплотнять свой график работы, ускоряются. И, наверное, все-таки к новогодним праздникам, наверное, это один, наверное, такой яркий, блестящий праздник, которому даже те клиенты, которые не делают дизайны, все равно хоть что-нибудь, но хотят увидеть на своих руках. Второй такой праздник, это, я считаю, 8 марта. К 8 марта еще делают всякие цветочки. Но это начинается весна, и хочется, конечно, тепла. Ну а пока, в преддверии Нового года, всем здравствуйте. Я тут вам подготовила несколько вариантов дизайнов, блестящих, красивых. Ну, сам себя не похвалишь, кто тебя еще похвалит? Значит, сегодня четверг, и обычно в 2 часа дня мы встречаемся для того, чтобы сделать парочку-троечку вариантов дизайнов каких-нибудь таких незамысловатых, быстрых, которые бы у всех получились, кто бы не начал их делать. И вот сегодня очередная порция таких дизайнов, которые помогут вам, ну, делать их быстро. Это пока мы тут лялякаем в прямом эфире, да, и кажется, что это долго все делается. Хотя на самом деле все очень быстро. Самое главное – это время просушки. Нанести быстро гейлак, просушить, да, но 30 секунд быстрее, чем они идут, быстрее не будет, правильно же? Значит, там, допустим, нанести какой-то промежуточный этап, отпечатать, допустим, с помощью пластинки для стемпинга какой-то рисунок какой-то, например. Вот сейчас вот кружево задействуем, покрыть, просушить и так далее. На самом деле как бы все это недолго, и мы постараемся с вами уложиться. Я не буду сильно долго сегодня ваше внимание занимать. Парочку вариантов дизайнов сделаем. Значит, в основу, ну я как всегда на нервной почве забываю о том, что надо сказать, что сегодня с вами в течение часа в прямом эфире будет Наташа Коклюгина. Я инструктор из города Ростова-на-Дону, работаю в школе у Кати Мирошниченко уже много-много лет. И как бы вот, скажем так, в силу того, что работаю здесь, нужно немножко соответствовать ситуации. Хоть я и не очень публичный человек, но в прямом эфире сделаю с вами парочку вариантов дизайнов, таких незамысловатых. Значит, ну что хочется сказать. К моменту новогодних праздников вышли очень интересные гель-лаки, мы уже проводили. Я как минимум уже дважды посвящала вас в эту историю, и Екатерина Николаевна Мирошниченко, и девчата инструктора, которые проводят прямые эфиры, говорили вам о том, что вышли вот такие интересные, шикарные гель-лаки, такие действительно, которые, знаете, вау. Вау, шесть цветов под гипнозом, вот такая красивая коробочка, видите, такая вот красивая, под гипнозом, очень красивые светоотражающие гель-лаки. Значит, мы делали и выкраски в прямом эфире, не буду сейчас искать, где-то тут на столе лежит, ну не буду отвлекаться. Значит, очень красивые цвета с светоотражающими частичками, которые красиво переливаются, и я показывала вам на предмете того, мне тут подсказали девчонки, что, чтобы красиво было видно, сейчас включить камеру, или фонарик, сейчас мы что-нибудь тут включим, чтобы было видно и понятно, как это все мерцает. С красивым очень мерцанием гель-лаки, видите, вот они прям переливаются. Красивые такие интересные варианты. С 395 номера по 400. Есть классический золотой, есть красивый такой серебряный с красивым мерцанием, с розовиночкой цвета. Ну, короче, не будем сейчас уже повторяться, потому что все это уже было в прямом эфире, чтобы долго не занимать ваше внимание. И сейчас, значит, что мы еще в работу возьмем? Возьмем в работу пластинку номер, для стемпинга номер 4, кружево называется. Номер 4, кружево. Сейчас мы вот так протрем, чтобы было красиво, чтобы блестело, как новое, вот такое вот. Можно будет добавить в работу, да, к новогодним дизайном. Если у вас уже куплена пластина новогодняя, тоже она у нас вышла, одна единственная. Сейчас вам покажу. Вот такая вот. Может, у кого-то еще не куплено, есть двух представителей. Новогодняя пластинка, видите, со снежинками, с елочками и так далее. Но я хочу задействовать сегодня вот именно вот эту, видите, с цветочками Эми. И вот тут вот есть такие красивые куски кружева, которые мы с вами добавим в дизайн. Итак, что мы с вами сейчас будем делать? Например, значит, приготовили подушечку для стемпинга. Значит, можно отпечатывать черной Эмпастой, а можно отпечатать лаком черным, да. Например, если сравнивать яркость цвета Эмпасты и лаковой краски, то, конечно же, четче будет отпечаток лаковой краской, нежели Эмпастой. Вот, поэтому, как бы, для сегодняшнего дизайна я, конечно, возьму лаковую красочку черного цвета. Так, и в основу, девчат, я взяла, как бы, покрыла типсик таким вот цветом натурального оттенка. Это я взяла базу номер 13, очень красивый цвет, цветная база с таким, знаете, красивым-красивым мерцанием. Ace Base номер 13, красивое такое мелкое-мелкое мерцание. Наверное, сейчас камера не передает, то есть смоделировали ноготь цветной базой, да, то есть такой вот базой под натуральный цвет. Ну, и в нашем быстром сегодняшнем дизайне я, кроме того, что буду добавлять блестящий гель-лак светоотражающий, я сделаю тоненьким слоем основу. Основу возьму и сделаю с помощью черного гель-лака. Значит, я сейчас аккуратненько, тонко-тонко-тонко, очень тоненько покрою половинку ноготочка. Можно, не половинку, можно, допустим, там одну третью часть покрыть, а на остальной части будет отпечатано у нас кружево. Тоненькую черную подложечку и кружево черным отпечатаю, чтобы ничего не вытирать. Черное на черном будет не видно, а та часть кружева, которая будет видна, да, у нас выйдет как раз-таки на половинку ноготочка, которая у нас ничем не покрыта. Так, постараюсь сделать, ну, настолько, насколько получится ровненько. Даже если что-то ровно не получится, на самом деле, девчат, фокуса нет написали нам. Сейчас мы, наверное, на перчатку фокусируют, я вроде бы все убрала. Сейчас мы чуть-чуть тогда вот так сделаем подальше. Так, ну вот, мне кажется, что нормально. Девчат, маякните, пожалуйста, поправила, не поправила, то есть как бы хорошо ли видно. Так, просушиваем в лампе 30 секунд. Просушиваем в лампе 30 секунд. Вот, я сейчас чуть-чуть подправлю. Да, так лучше написали нам. Хорошо, слава богу, сейчас пытаюсь еще тут немножечко проводочки распутать. Так, просушиваем 30 секунд. И после этого, девчат, с помощью пластинки для стемпинга, да, краски, штампик, будем отпечатывать кружево. Например, вот такого плана, да. Значит, пластинка должна быть, конечно же, совершенно чистой. Работать будем лаковой краской, поэтому нужно будет делать все очень быстро, потому что краска, она может высохнуть на воздухе. И прежде чем ставить отпечаток, можно убрать дисперсионный слой с поверхности нашего просушенного черного гель-лака. Так, я сейчас аккуратненько вот так вот убрала липкий слой. Лак нанесен тонким слоем, поэтому даже где-то немножко с проплешинами ничего страшного. Итак, черная лаковая краска. Будем стараться отпечатывать очень быстро. Наносим красочку вот так на краешек. Лишнее все убираем. Легкий накат не давим на подушечку от слова совсем. И набираем всю красочку на подушку. Видно, вот она все-все-все отпечаталась. Лишнее можно убрать либо там роликом для одежды, многие мастера работают. Я уберу лишнее с помощью скотча. Так, скотч у меня тут на столе приклеен. Вот видите, все, кусочек кружева у меня есть. И теперь я буду отпечатывать аккуратненько, так, чтобы мне было видно. Вот таким вот образом. Видно, отпечаталось. Теперь у меня не хватает вот здесь кусочка. Ну, типсик очень длинненький, да? И здесь чуть-чуть. Ну, на самом деле, как бы, пусть пока высыхает. Специально сушить в лампе не надо. Это же лаковая краска, да? Поэтому сейчас мне нужно взять и буквально чуть-чуть... Так, красочку нашла. Мне нужен совсем маленький кусочек кружева. Я сейчас попробую сейчас сразу же вот так, легкий накат. Все, вот она взялась, вот кусочек. И допечатаю внизу, где не допечаталось. Ну вот. И даже чуть-чуть для верха хватит. Вот таким образом. Все, высыхает на воздухе. Теперь, девчат, естественно, здесь ничего не вытираю, потому что черное на черном ничего не видно. Так, и теперь я добавлю в работу непосредственно уже гель-лак. Так, нужно все убрать с поверхности, потому что фокус, да? Теперь вот видно? Надеюсь, что видно. Так, а если мы вот так чуть-чуть сделаем? Так, теперь, девчат, берем гель-лак из новой коллекции под гипнозом. Давайте, например, возьмем зелененький. Очень красивый зеленый, с таким красивым, с глубоким зелененьким мерцанием. И нанесу вот сюда, вот на черную поверхность. То есть вот эта часть ноготочка у меня будет зеленая. Гель-лак ложится очень плотно, поэтому, конечно же, никакой черный цвет будет совершенно не виден. А все остальные ноготочки, конечно же, могут быть покрыты просто одним цветом, да? Например, либо черным, либо вот тем же красивым, мерцающим зеленым. Номер гель-лака 399. Наносим в один слой. Просушиваем. Просушиваем в лампе 30 секунд. Чем мы можем дополнить такой вариант? Ну, например, это могут быть какие-то полосочки, да? Допустим, вот такие вот шармикончики, которые вновь вышли. Так, это могут быть, допустим, слайдеры вот такие вот с камушками. Каким образом они выглядят? Значит, сейчас мы с вами, например, можем взять в работу, чтобы разделить кружево от основного покрытия с помощью НЛ-Круста 5Д. Например, зимние мотивы. Номер 7. Мы можем с вами взять шармикон. Шармикон. Шармикон, это у нас будет номер 226-й новогодний декор. Видите, вот такие вот полосочки, да? Так, это чтобы разделить, да, на две части. Ну, давайте, например, возьмем вот такой вот. Он у меня просто резанный, вот готовый режет рядышком. И это могут быть, например, золотые украшения, камушки, да? Вот сюда вот разделительной полосой лечь. Ну, вот эти крупные белые мне не очень как бы в этом случае подходят, да? Поэтому возьмем, например, с золотыми украшениями. Так, вырезаем. И мне нужна мокрая салфеточка. Так, вот тут вот есть коробочки. Так, и часть цепочечки с камушками вырезаем. Примерно по длине прикинула, что подойдет. И на мокрую салфеточку положила. Вот так вот. Так, теперь включается у нас в работу слайдер-топ, да? Слайдер-топ, девчат, с липким слоем. Материал на который мы прикрепляем непосредственно наш слайдер. Но если слайдер-топа у вас в работе нет, то можно, конечно же, просто прикрепить на базу. Наносим тоненько-тоненько базу. Просушиваем 10-15 секунд. Снимаем с бумажного носителя вот такую ленточку с камушками, да? Объемные картиночки. Так, и делим на две части непосредственно наш ноготочек, да? Отделяем кружево разделительной полосочкой. Вот таким образом. Итак, часть кружева, часть полное покрытие и слайдер в виде вот такой цепочки из камушков. Просушиваем в лампе недостающие 10-15 секунд. И обрабатываем, обязательно обрабатываем любой слайдер с помощью ультрабонда. Перепутала пузыречек, тоже темный стоит. Ультрабонд или праймер, да? То есть не обязательно, допустим, может быть, у кого-то в работе есть праймер, да? По большому счету, жидкость, которая наносится перед тем, как базой, да, покрыть ноготочек для хорошего сцепления. И в данном случае не исключение. Обрабатываем наши камушки. Высыхает на воздухе, девчат, ультрабонд или праймер в течение минутки. Вот у нас тут поступил вопрос, что такое кружево. Кружево – это стемпинг или слайдер. Я взяла, девчат, для работы пластиночку для техники стемпинг, но пластинка от Эми, номер 4, называется «Кружево». Тут вот как раз-таки, видите, такие кружевные моменты, вот это все можно вот сейчас к Новому году запустить. Так, и вот, например, видите, вот я делала, допустим, да, как образец, тренировалась, чтобы было что показать. Можно, допустим, еще взять, допустим, наклеить наклеечку «Мэри Крисманс», да, или точно так же отпечатать с новогодней пластинки. И получается новогодний дизайн. Не будут ли, вопрос у нас поступило, тольчики, не будет ли ногти сильно толстыми казаться? Ну, подождите, вы моделируете ноготочек базой, а дальше обычно вы наносите цвет в два слоя. В данном случае у нас точно так же здесь два слоя. То есть мы сделали просто темную основу, да, и нанесли гель-лак. Хотя этот гель-лак очень ложится плотным слоем, и достаточно даже одного было слоя, чтобы цвет лежал плотно. Вот, ну, что касается конкретно этого, да, цвета, допустим, зеленого вот этого с блесточками из новой коллекции под гипнозом. А вообще любые покрытия всегда делаются в два слоя. И здесь то же самое. То, что мы с вами донесли дополнительный топ-слайдер, на который прикрепили непосредственно слайдер, девчата, это технический гель, ложится очень тонким слоем, все будет зависеть от того, как вы тонко его нанесете. Поэтому с продиранием тонко лишь только для того, чтобы хорошо закрепилось. Все, после того, как вы ультрабондом обрабатываете, а ультрабонд и праймер, они не имеют никакого объема от слова совсем. Вот, поэтому обработали, высохло, и после этого вы его покрываете топом. Покрываете топом, хотите глянцевым, хотите матовым. Я сейчас покрою ультрашайном. Вот, просто я не вижу смысла покрывать матовым топом гель-лаки, которые с блесточками. Хотя, вы знаете, Катя в своем прямом эфире, Катя Мирошниченко имеется в виду, она показывала, как красиво новые гель-лаки из новой коллекции под гипнозом, красиво смотрятся и под матовым топом в том числе. Поэтому, ну, на любителя, кому как больше нравится. Ну, а я покрою ультрашайном, пусть блестит, как любое покрытие из двух слоев, да, потом сверху закрывают, естественно, топом. Правильно же? Так, закрываем топом, очень аккуратно вокруг вот этих всех камушков. Так, кисточку я отжимаю обратно во флакончик, пытаюсь снять с кисточки весь лишний материал и тонким-тонким-тонким слоем все это дело оставляю. Теперь, вокруг камушков, прежде чем ставим сушить, любые объемные слайдеры, мы с вами, каким образом, да, поступаем, можно взять чистую кисточку и просто вот вокруг камушков слегка-слегка, сильно на кисточку не давить, просто снять излишечки топа. И тогда получается ультрабонд, правильно мы же нанесли, для хорошего сцепления топом все пропитано вокруг камушков, лишнее убрали и просушили в лампе одну-две минуты, да, ну, я, например, любой топ сушу глянцевый или матовый, неважно, две минутки, потому что любой топ, когда сушишь дольше, глянцевый топ становится более блестящим, глянцевым меньше, подается механическим каким-то царапанием, воздействием, а матовый топ становится, мне кажется, более плотным, менее пористым и как бы долго сохраняет свою вот эту вот матовую поверхность. Так, значит, у меня есть клиенты с очень широкими пластинами, ну, любят дизайны, вот именно такой дизайн не будет еще толще. Ну, Оль, смотрите, ну, надо, конечно же, смотреть, да, на клиентах, вот, допустим, чтобы ноготь казался уже, в любом случае, все дизайны нужно располагать либо по диагонали какие-то основные линии, либо по вертикали. Если вы будете, допустим, добавлять какие-то декорации и приклеивать, например, от роста до вроста, то есть будет такая широкая, допустим, посередине горизонтальная полоса, то, конечно, чисто зрительно она будет удлинять ноготочек. А вот если, допустим, линии в дизайне будут участвовать вот именно диагональные, видите, вот диагональные, вертикальные, да, то тогда, конечно же, чисто зрительно ноготь будет удлиняться. Вот. И еще есть такой, знаете, как бы прием, градиент, когда, например, боковые стороны, например, делают более темным цветом, а середину высветляют. То есть это как вот платье, да, допустим, если вы, например, боковые, да, вот части около, в районе талии, допустим, будут темный цвет, а по центру будет более светлый, то фигура будет казаться стройнее. Точно так же и с ногтями. Поэтому можете, например, делать градиент, да, допустим, вертикальный. С одной стороны, например, более темный цвет, с другой стороны, более светлый. Чисто зрительно это будет отвлекать внимание и дизайн будет казаться, ну, как бы удлинять будет ногтевую пластину, да, будет казаться более изящным. Так, ну что, на самом деле, как бы дизайн мы сделали очень быстро. Давайте мы сделаем еще какой-нибудь дизайн. Хочу предложить вам сделать новогодний дизайн, в котором будут участвовать, например, два цвета из коллекции и мы сделаем с вами градиент. Градиент. Итак, значит, в основу мы с вами возьмем, у меня типса такая молочная, но на самом деле это нам не помешает и вы еще раз убедитесь в том, хочу попытаться поубедить вас в том, что цвета ложатся очень плотно. Ну, например, очень плотно и даже в один слой. Итак, возьму, например, из коллекции под гипнозом 397 цвет. Только что вот написали, как первый дизайн, интересно, как сделать. Вы имеете в виду вот этот вот, да, вариант дизайна? Это как раз таки градиент из тех двух цветов, которые мы сейчас будем делать с вами. И я попутно тогда расскажу. То есть вот то, что мы сейчас будем делать, например, вот этот вариант и этот вариант, фон сделан совершенно одинаково. Давайте я вот так поставлю и вы посмотрите, что просто вот с глянцевым тупом и с матовым тупом будет смотреться совершенно по-разному. Итак, значит, мы с вами возьмем в основу типса белая молочная 397 цвет. Нанесу вот так на свободный краешек. Ну, давайте так, примерно половиночку сделаем. Примерно половиночку, можно чуть меньше. Так, теперь попрошу клиентку перевернуть пальчик и растяну гель-лак серебристый перламутровый аккуратненько от центра, вот так аккуратненько, прям повыше и сведу на нет. Так, лишнее все убираем. Попытаемся сделать покрытие прям в один слой. Все. Краска легла плотно, здесь какой-то у меня волосок попал, сейчас я уберу. Хотя, если попадают какие-то волосочки для покрытия, да, во время зимы, можно не убирать, так клиентам теплее будет. Девчата, я, конечно, шучу. Так, все. Значит, нанесли, растянули вверх, да, к кутикуле и просушили. Просушили, пусть это будет там 10-15 секунд. После этого возьму из коллекции под гипнозом, да, 396-й оттенок гель-лака. Это будет такой серебристый, красивый, с мерцанием, тоже такой, ближе к черному цвету. Так, и нанесу этот цвет из-под кутикулы вниз. То есть, верхушечка, ноготочка, да, под кутикулой. У меня будет потемней. Можно не доходить, допустим, там, один миллиметр до кутикулы, а потом просто взять тонкой кисточкой, да, и довести, ну, покрытие, да, сделать полноценным, нанести чуть глубже под кутикулу, натянув задний валик. Так, нанесла 396-й номер цвет, да, то есть, получается, он такой темно-темно-темно-серый. Ну, не могу сказать, что он прям черный, хотя, может быть, на камере кажется, что черный. Все, нанесли. И теперь точно так же аккуратненько, тоненько, берете кисточку для градиента и аккуратно, примерно так вот от серединочки стягиваем. вниз на серебряный. Сильно на кисточку давить не надо. Истончаем слой. Ну, на предмет того, что вдруг мне нужно будет добавить еще, допустим, да, цвета мне будет недостаточно. То есть, на просушенную базу, да, начинаем делать тонировочку из двух цветов. Я обычно тонировку делаю, девчат, ну, как бы два цвета сразу наношу, смешиваю их по центру и потом уже прохожусь от кутикулы вниз. С этими гирлаками такой вариант у меня не прошел, поэтому каждый цвет наношу в отдельности и протягиваю по ноготочку в отдельности каждый цвет за счет вот этих вот блесточек, которые содержатся внутри. Еле-еле-еле-еле-еле-еле-еле. Так, просушиваем 30 секунд. Можно чуть короче. Так, и теперь, девчат, можно, например, взять немножечко белой эмпасты. Так, можно взять кусочек губки. Это не проявляет в кустах. Буквально вот кусочек губки сейчас раздобуду. Вот так, аккуратно, маленький-маленький кусочек. Так, и с помощью белой эмпасты, сейчас мы возьмем с вами палитрочку, например, вот так. Белая эмпаста, это белый рафинад. Белый рафинад. Я никогда не беру белый гель-лак для таких целей, потому что гель-лак может пузыриться, а эмпаста, она ложится очень плотно, поэтому вот с помощью губки и белой эмпасты мы можем немножечко-немножечко запылить периметр нашего покрытия. Да, вот совсем-совсем чуть-чуть. Понятно, что где-то поможет попасть на валики, но не без этого. В любом случае влажной салфеточкой все это можно вытереть. Так, по периметру вот так пройдусь чуть-чуть. Так, это многовато, надо немножко убрать, потому что под камерой неудобно. Сейчас я чуть-чуть ликвидирую излишки, а то получится у нас напыление будет занимать весь ноготок, а не хотелось бы. Так, чуть-чуть на себя наклоню, чтобы было удобно. Вот так, чуть-чуть по периметру. И просушиваем, просушиваем. На камере кажется винным, но вот смотрите, если вы говорите про 396-й цвет, видите, вот он, черный. Так, надо убрать все с камеры. Вот видите, вот он такой вот черный получается, а с серебряным, видите, он получается такой вот и не очень темный, и не очень светлый. Так, что сюда можно добавить, девчат? Ну, конечно же, можно немножечко отпечатать снежинок, например, с помощью, например, той же пластинки, допустим, для Нового года, да, допустим. Можно, например, какие-нибудь шармикончики взять, снежиночки. но пластинка вот тут у нас под руками, поэтому воспользуюсь ей. Можно взять немножечко, допустим, добавить снежинок, и не отдельно, а вот, например, видите, вот тут вот есть такой вот целый кусочек со звездочками. Чуть-чуть им пасты добавлю, уберем все лишнее. Так, наберем на подушечку легким таким накатом. Вот они, снежинки. Так, и немножко можно вот так, просто для фона. Видите, вот такие небольшие добавочки. Ну, на белом цвете будет особо не видно, поэтому на светлом цвете. Поэтому только добавила черный и просушу. Вот такой красивый градиентик загадочный. Так, ну, что сюда можно добавить? Можно добавить, девчат, на самом деле любые декорации, которые у вас есть. И сканди стиль вот у нас, да, из новых слайдеров, которые вышли в этом году. И лесная сказка. Видите, вот такие вот варианты, да, можно добавить. У нас в магазине еще продаются, остались варианты слайдеров с прошлого года. Вот смотрите, вот такой вот вариант. Часы, веточки. Вот такой вот вариант тоже можно использовать. Я почему-то больше чем уверена, что многие, которые работают с материалами Эми Мастера, однозначно есть такие варианты, тоже продаются еще в нашем магазине. Если кто-то из Ростова-на-Дону, прям в магазине, это можно прям купить сегодня и сейчас. И вот эти варианты, то же самое. Но давайте, допустим, возьмем, на самом деле мы можем с вами взять сейчас все, что угодно. и колокольчик, и веточку, и бантик, и коньки. Ну, тут у меня вот картинка резаная есть, я, наверное, сейчас отсюда и возьму. Например, колокольчики. Давайте, мне нравятся вот эти, например, да, вариант. Как раз он такой серо-белый и как раз хорошо подойдет к нашему фону. Хотя на самом деле, вы знаете, абсолютно и розовые подошли бы, и красные, и так далее. Так, все есть. Мокрая салфеточка где-то у нас тут, вот тут, вот в кустах есть тоже. Вот я положила на мокрую салфетку. Так, ну и теперь остается, что нам только сделать. Добавить в работу технический гель слайдер топ. Напомню, что гель-лаки у меня лежат в один слой, девчатка. Они слегка зашли, только жалуются в Анапе, связь ухудшилась на сотовых видео, в звонках. Вот нам подсказывают, значит, сильно зависает. Девчат, вот если VPN как бы включен, когда вы просматриваете, то да, оно будет зависать, да. Вот, а если на ютюбе смотреть, то без VPN, а на ютюбе тоже все это дело выгружается. Так, ну что, добавляем в работу технический гель-слайдер топ. Просушиваем 10-15 секунд. Девчат, все промежуточные топы, все промежуточные топы всегда наносим, всегда очень-очень тонким слоем. Вот, просушиваем 10-15 секунд, берем картинку, берем картинку и прикрепляем на поверхность. так, давайте вот сюда. Просто по центру подвинула, куда надо. Так, все, прикрепила и подсушила, девчат, в лампе. Когда вы прикрепляете, да, мы же слайдер топ с вами, либо базу не посушили, просушили 10-15 секунд и потом досушили. Часы взяла вот с такого слайдера, это прошлогодний был. Вот такие уютные выходные были и вот такой вот вариант, к сожалению, сейчас сходу не помню просто название. Пытаясь судорожно найти у себя. А, вот, по-моему, это вот этот, сказочная пора. Сказочная пора. Видите, вот этот вот вариантик, 35-й, по-моему. Да, правильно, 34-й, уютные выходные, вот эти с кружками, с шишками, с бантиками, а 35-й, сказочная пора, вот эти вот часики. Специально смотрела, в Ростове в магазине продается, как бы все есть. А еще есть вот такие, вот вариант, тоже очень классные, с камушками. Видите, как украшалку тоже, посмотри, ноготочка прикрепил и больше ничего не нужно. И вот такой вот вариант, тоже прикольный, с камушками остались, тоже можно взять и прикрепить. Так, все, ответила, да? Так, прикрепили. Ну, и теперь смотрю, чего мне тут для полного счастья не хватает. Ну, на самом деле, как бы еще вот такие у нас продаются варианты, тоже шармикончиков, тоже они были в прошлом году. Это вообще моя любовь, потому что все вот эти слова и выражения, которые здесь присутствуют на этой картинке, на этом шармикончике, девчат, мандариновый муд, танцуют все. Кстати, можно прикрепить. Танцуют все. Мы сейчас прикрепим. Вот, или там, елочка, гори, давай после праздников. И вот такие вот всякие классы. Шубу мне, очень любопытно, да, шубу мне, но под колокольчиками как-то не очень смотрится, а вообще, наверное, можно было бы. Так, я решила прикрепить. Танцуют все. Значит, это наклеечка, девчат, и ее бы хорошо бы прикрепить. Можно просто мазнуть Т-клосом чуть-чуть, буквально, да, чтобы хорошо прикрепилось. Никогда не приклеивайте наклеечку, липкую, которая вот сама по себе, да, липкая, которая не размачивается в воде, которая просто приклеивается. Никогда не приклеивайте на липкость. Когда начинаете покрывать топом, она потом поднимается, прям колом становится. Вот, поэтому, как бы, я тут параллельно читаю вопросы, поэтому просушили Т-клос. Так, взяли, например, Танцуют все, да, я решила прикрепить. Можно было бы, конечно, пальцами отлепить, но возьму пинцет, он же мне тут под руками-то есть. Вот, прилепили, например, Танцуют все на кончик. Так, все есть. Прикрепили. Так, девчат, обязательно ультрабондом обрабатываем слайдер, обязательно, потому что он не имеет остаточной липкости, поэтому хорошо бы обработать ультрабондом. Все, ультрабондом обработали, или праймером. Высыхает на воздухе, и после этого мы с вами закрываем топом. Но, опять же, я воспользуюсь, например, можно Т-клосом воспользоваться, можно ультрашайном воспользоваться, можно взять любой топ, которым вы работаете. Матовый топ не беру принципиально, если гель-лаки с блестяшками, особенно вот в новогодних, да, вариантов. Хотя вот этот вариант, про который спрашивали, сейчас я глаза оторву, там, скорее всего, а для вензелей покрыть матовым топом и отпечатать им пастой. Да, Лидия, да, вы все знаете, ну, вот видите, в этот момент то ли чувствуешь себя нужным, полезным, то ли, вы так быстро раз решили, как все сделать, причем все сделали, сказали все правильно, и то ли полезен ты, то ли бесполезен, уже, знаешь, нужное подчеркните. Все, нанесла топ, и обязательно с объемной части колокольчиков, с объемной части моей картинки уберу лишний материал. Я не могу сказать, что я прям все-все-все убираю, нет, а так вот слегка, как бы, чтобы не было лишних таких сугробов. Так, покрываем, просушиваем, можно взять еще тоненькую кисточку, 5 дробь 0, белую эмпасту, белую эмпасту, где-то она у меня тут под руками стояла, белый рафинад, так, и можно, допустим, там немножко добавить несколько точечек каких-нибудь, можно немножко в объеме колокольчики увеличить, либо, например, знаете, вот я, когда образец сделала, мне почему-то запало, вот немножечко бантик с помощью эмпасты увеличить в размере, вот тут вот ленточка свисает, так, вот здесь вот тоже, сейчас я попрошу клиентку пальчик перевернуть, бантик, бантик с картинки делаю чуть-чуть объемней, бантик чуть-чуть увеличила, так, ну и никогда не помешает поставить там, вот в снежиночке в серединку несколько точечек, где-то вот здесь, танцуют все, ну вот таким образом, так, и просушиваем в лампе, так, Лидия, да, и для вензелей, я уже сказала, прочитала просто еще разочек вопрос, так, мы сейчас с вами все это сюда прикрепим, так, вот так сделаем, сюда сейчас добавим, вот таким образом, да, и колокольчики сюда добавим, может быть, как раз таки скрин сделаете, буквально через там 15-20 минут мы будем еще проводить мастер-класс в прямом эфире в инстаграме на аккаунте Екатерина Николаевна Мирошниченко, и сделаем, может быть, вот такой вот вариант с бантиком, да, дизайн сделаем, и можно, например, что-нибудь вот такое кружево подбесить снизу, или вот с таким цветом попробовать сделать, значит, вернусь, да, вот к вопросу, вот к этому, да, варианту, видно, девчат, вот этот вариант, вот градиент как раз таки из двух цветов 396, 397, это цвета из новой коллекции под гипнозом, новогодняя коллекция светоотражающей гель-лаки, значит, сделали градиент, покрыли матовым топом, и отпечаток, да, именно с этой же пластины, пластина номер 4, кружево, видите, вот они, вензелечки, заполнили их черной эмпастой, черная смола, вот эмпаста черного цвета, черная смола, и сделали отпечаток, но хочу сразу сказать о том, что красиво смотрится, так по-благородному, знаете, под красивое вечернее платье такое, эмпаста, она не смотрится так ярко, как смотрится лак, или лаковая краска, да, от эми, допустим, черная, поэтому, когда я сделала отпечаток, я просушила, и потом просто тоненькой кисточкой, кое-где на вензелечках добавила яркости, той же эмпасты, потому что эмпасты мы можем рисовать сверху по любой готовой поверхности, правильно же, вот, поэтому, как бы можно будет потом продублировать, дублировать. Ну что, мы сегодня, как бы очень долго вашего времени не занимали, девчат, всем огромное спасибо за вашего внимания, и ровно в три часа мы начнем проводить прямой эфир на странице Екатерина Николаевна Мирошниченко в Инстаграм, а вам огромное спасибо за ваше внимание, удачи, всех с наступающим Новым Годом, побольше денежных клиентов. С вами была я, Наташа Коклюгина, всего хорошего, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok